Главной форекс Российской империи компании Shell и некоторые люди, которые находятся на революции в Выборге. Да, до 40-го года там проходится. И финнам нужно как-то срочно связать с территорией Российской империи, иначе они теряют гигантские прибыли. И вот инженер Николай Белилёбский, строитель еще и большого форексового моста, новых американских мостов, предлагает проект четырехпролетного разводного моста, через который перекидывают соединительную венку. Мост получил имя императора Александра I. Дело в том, что в 1809 году именно Александр I присоединил Синляндию к Российской империи и даровал ей широчайшую астономию, фактически сделавшую ее независимым государством. Со своим пентооборотом, со своей системой образования, администрирования, со своими судами и даже со своей валютой на границе с Великим Фляжем Итальянским меняли русские рубли на финские марки. В общем, финны были чрезвычайным благодарны, если бы они попали в честь императора Александра I. Вот, если бы мы сейчас прошли, где мы слили на территорию, мы бы увидели табличку с Булкалом Орлом и подпись с ядерами «Железнодорожный мост императора Александра I». Здесь находились лестницы с подъемом на воду до революции, поэтому, что можно было свободно пересечь пешком рядом с идущими составами. Для этого, для этого, можно сказать, две пешеходные дорожки по другую сторону, вот на сна. В 30-е годы эта возможность была сначала ограничена. Переходить мост могли только рабочие соседних предприятий, которые получали в своих заводах управления специально не пропускал. И, например, если требовалось на соседнее предприятие на другой стране не восходить, вот тогда рабочие могли чтобы посетить Шенляндский мост. Позднее, из-за террористической угрозы, мост был закрыт полностью. Сейчас найдем только сотрудники РЖД и охранных служб, которые несут здесь свое дежурство. Мост соединял изначально только финляндский вокзал. Никаких веток на Сестрорецк, никаких веток, которые сегодня отходят с Ладожского вокзала, к нему приседину не было. Более того, эти две ветки находились тогда вовсе в частном владении. А направления, идущие из Ладожского вокзала, а Мельничный ручей, Ерскому дырорку и вовсе были пускоколейными и грузовыми. Они принадлежали видному железнодорожному магнату, барону Корфу. Говорили, что по ним барон Корф возит торф для отопления Санкт-Петербурга. У него были свои именные поезда. Он назвал все поезда в честь себя, своего отца, своей жены, своих дочерей. У него была такая частая, своя маленькая железнодорожная империя. Центральная станция, которая находилась здесь на бухте, а одна из крупных станций, станция Дача Безбородка называлась, стала предком нынешнего Ладожского вокзала. Только в советское время ее перешили на широкую колею и тоже подключили к этой концевой финляндской железной дороге. Сейчас она соединяет все существующие вокзалы, за исключение закрытого теперь Варшавского, который, впрочем, собирались закрыть еще в советское время. Для пассажирского движения, к сожалению, это кольцо, вернее полукольцо, закрыто. И РЖД всячески препятствует открытию здесь пассажирского движения. Хотя все планы градостроительные, все предлагаемые концепции развития заводских территорий Петербурга базируются именно на том, что здесь, как в Москве, пустят снова электрички. В советское время, кроме грузовых составов, здесь ходили только пассажирские составы на Хельсинки, поезд «Мефт-Толстой», знаете, наверное, о такой, который не должен был заезжать в Ленинград. Он разворачивался здесь вот в районе станции метро Волковская нынешней на своеобразной железнодорожной развязке и протягивался, ехал на прямую в Петербурге, не останавливаясь нигде в Петербурге, до захода на Московский вокзал. Сейчас он, естественно, заходит, но уже на Ладожский вокзал. Если кто-то хочет копировать мост, еще минутку на фотографии, то может, узнать, что мы же, я думаю, уже пойдем.